начался тут пробираться как-то по полочкам и наткнулся на фреймбеки которые когда-то начал изготавливать когда-то тут прямо и написано 19 год у 9 марка стали помню еще даже у 9 марку и меня что-то просто в душе так все сжалось просто так все приболело я не смог пройти мимо и решил их все-таки изготовить да если у некоторых нюансы примеру творится здесь вот заход узкий здесь шире есть такой вот нарисовал оправу ну чтож шлифовку этот довел дома тоже вот собрал и бритвки в оправы это оказалось намного легче чем собирать и другие варианты не фреймбеки это чтобы вы не подумали что это лопата это реально тоненькое полотно все закрываются ровно ну я раньше затачивал всего лишь две бритвы по моему французские были ну импортные какие-то фреймбеки и мне это показалось максимально легко надеюсь что тут это будет в том же ключе ну вот и закончился сегодняшний я бы назвал сложный день сложный потому что сегодня я правы и заточку все вместе это проворачивал это для меня уже слишком тяжело но желание было сильнее и поэтому перед вами на данный момент готовые фреймбеки и давайте обозревать необозримое так сказать так давайте сразу начну с того что вот эта бритвка не ожидая даже того от нее заточилась быстрее всех проще всех ну хотя быстро мне назовешь и простым но было проще всего вот это было больше всего затачивалась это что-то такое среднее и это без изоленты все вот эти три с изолентом вот так вот все заходят ровно там вообще базара нет как говорится ну вот наконец-то эти бритвы теперь живы они лежат где-то на полочке не доделанными какими-то клинками я вам еще раз повторюсь что вот эти вот заходы вот идет от шлифовки они не идеальны и не идеальны так для тех кому это вообще интересно хват удобно и все-таки хватом удобный кстати вот идет насечки они просто просто такие жестокие прям реально не вот там по заточки принципе все норм потом в конце покажу как этими бритвками можно рубить волос вот это вот это два то есть а не сказал что оправы я не знаю что это такое то японский материал может это пластик может это акрил композитный я не знаю еще в японии брал когда это было возможно сейчас это невозможно вот точил ее дольше всех слайдет этот вот заход шлифовки так смотрите да а чуть-чуть разный слегка так по заточки вот такие вот бритвки вот мой хват то есть кстати вправить очень и очень максимально удобно прям вот вообще сказочка прям какая-то это сталь напомню а я помню это сталь кованая пакет накованная если быть совсем уж точным видеть какая-то . да какая-то она не знаю вот здесь вот кого-то заскочила вот тут вот ну как будто вроде бы нет ну как как тут не нравится мне что-то на не знаю но при правке последующей она конечно будет выравниваться это я точно могу сказать если кто-то будешь ее затачивать она еще больше выравниваться это точно шлифовка такая матовая матовая продольный наносатин так его можно назвать так показываю кому это очень интересно не знаю кому то интересно может быть лепесточки эти звонки звонки и когда их правишь там или что с ними вообще делаешь мне реально звенят вот хочу сказать что с это стать со бушком без изоленты затачивалась просто ради спортивного интереса тоже все отлично никаких проблем вот что хочу сказать по поводу заточки очень многие заточники перестали называться заточниками после моих бритв ну там шли годы многие хотели заточить мои бритвы с нуля причем еще с формированием кромки острия и они большинство из них просто замолчали просто спрятались кто-то начал винить там что там сведение какого-то не было там что-то там кромка недорабатывалась там что-то крошилась там в общем сказок много было только чтобы оправдать себя но есть такие заточники их мало я их на пальцах могу сочетать вот мы по моему 4 4 я знаю человек которые затачивали мои бритвы и восхищались хочу сказать одно это вам не труд вачи это вам не мадо инфрыц это русская бритва то есть тут пакет такова на и сталь у 9 а она пакет такого на они просто кованая понимаете она закалена по полной программе тут в сравнении ничто в мире даже тел так валеные вроде бы типа жесткие японские варианты не идут в сравнении вообще и давайте порубим волос не будем давайте о прошлом до грустном и начнем зывается у меня увеличение всего лишь вот это вот максимально то что сейчас видите поэтому я надеюсь что будет все видно так волосок может вот так поближе держать так я не имею кранчика буду смотреть трубила волосы прям какие-то сверхтонкие я не знаю хоть какого-то кабанчика позволить ну кабанчика вы его волосатого конечно она будет всегда рубить а вот сверхтонкие не всегда сейчас вот актер раздену он раздвоила еще ух ты вот если видно волос раздвоился продолжает это делать уже четыре раздвоение он отрубился это вот это вот бритвка давайте сразу начнем со следующей потому что пока мне еще волос остался ну конечно да увеличение есть никакое так с кончика просто отлетел середка раздвоился отлетел хотя вот я вам говорил что за . здесь как-то не нравится окна выглядит просто отлетел берем следующую бритвку взял новый волос он его дворит все что-то мне это не нравится длине возьмем он сразу грубил еще длинным волосом он ее на две части отвалился отвалился и берем еще одну бритвку берем длинный длинный такой-то волос его отвалился хотелось двоится конечно отвалился давайте уже добьем это волос вот тут хоть 5 сантиметров хоть 10 он раздвоился класс вот он пальмочка пошла вот и все это я просто показал что бритвки заточены ну чтож встречайся красавец единственно что я могу точно вам сказать что я посчитал по себестоимости они выходят не неприятно дороговатыми по цене и поэтому я решил снизить цену и округлить просто каждый из бритв будет стоить 10000 рублей в чехле кожаном ну что ж на этом обзор считаю закрытым если будут какие-то еще вопросы задавайте с удовольствием отвечу и может быть когда-нибудь еще что-нибудь сделаю в данном русле но когда это произойдет и произойдет ли вообще не знаю надеюсь до новых встреч